Всем привет! Отвечаю вот на этот вот вопрос. Вот смотри, если есть провал мысль, значит ты уже искусилась на эту мысль. То есть, значит она тебя обманула, ты искусилась и ты находишься под ней, под ее властью. То есть данная мыслеформа тобой в какой-то степени овладела. И почему кажется все таким реальным? Потому что это как бы некое новое место, новое пространство, под которым ты воспринимаешь реальность. Это иллюзорная реальность, которая заставляет тебя воспринимать реальность под ее дудкой. Поэтому кажется все таким реальным, но это иллюзия. Как быстро выйти из этого состояния? Во-первых, нужно смириться с тем фактом, что ты проиграл. Но это поражение, оно лишь в битве, но не в войне. В битве есть поражение, оно есть. Но не нужно отчаиваться, нужно как бы понять, что мы учимся на ошибках. Мы на ошибках приобретаем опыт, который нам позволяет становиться сильнее, опытнее, разумнее, мудрее и так далее. Более того, то есть нужно оценить поражение в битве как опыт для победы в войне. И главное, не винить себя, что ты искусилась на эту мысль. Нужно быстро вытереть слезы, встать и пойти. Потому что если мы валяемся вот в этой блевотине, то эта блевотина нас продолжает засасывать и подкидывать своих дополнительных мыслей на этот счет. И кто верующий здесь? Нужно понять тот факт, что мы Богу можем принести, по сути, мы можем только принести Ему наши падения, ошибки. Бог, Он, Бог кающихся, Бог, Он милующий. И воспринимай свое поражение как победу Бога. Потому что тем самым ты познал свою немощь и тем самым ты больше отдал Богу, а не себе, не своему эго. Все. Кому нужна консультация, пиши снизу вся информация. Спасибо за просмотр. Спасибо.